Новости на Дону и Управление по благоустройству должны быть в любую минуту готовы выйти на борьбу с гололедом и снегом. Это должен быть такой образовательно-спортивный кластер. Общая площадь какая получается у всех участков? Порядка 8 гектаров. В центре вот этих микрорайонов, я видел, что и с этой стороны, и с другой стороны, у нас реально реализована уже сплошная застройка. Там крупные микрорайоны, которых таких объектов, очевидно, не хватает. Василий Голубев отметил, что на постоянном дежурстве в Ростовской области находится более 500 единиц дорожной техники. Несколько тысяч людей убирают снег вручную, но этого явно недостаточно. Для Донской столицы в ближайшее время планируют закупить дополнительную технику для расчистки снега не только на больших дорогах, но и на второстепенных улицах и тротуарах. 22 тысячи человек заболели ОРВИ за прошлую неделю. Это на 7 тысяч больше, чем за последнюю неделю января. Эпидпорог по заболеванию незначительно превышен в Ростовской области. Как сообщает Роспотребнадзор, в Ростове зафиксировано 6,5 тысяч случаев респираторно-вирусных заболеваний и 76 случаев гриппа. У этих людей диагностировали грипп штамма H1N1 и H3N2. Врачи напоминают об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Поливитамины, защитные маски, гигиена рук и прогулки на свежем воздухе. В случае появления первых признаков болезни необходимо обратиться к врачу. Обидно, что люди везде видят теорию заговора. Член экспертного совета тотального диктанта Кира Дружинина прокомментировала заявление эстонского чиновника. На днях глава эстонского менюста Урмас Рейнсалу высказался против проведения акции в Таллине, поскольку считает ее не филологической, а политической. В своем фейсбук он написал, цитирую, «Мы должны сосредоточиться на переводе нашей системы образования на эстонский, а не узаконивать мягкое влияние России на наших соотечественников». Конец цитаты. Проект «Тотальный диктант» вырос из студенческой инициативы, и в нем нет никакой политической подоплеки, считает Кира Дружинина. Честно говоря, обидно, что люди везде видят теорию заговора. Проект растет, становится все больше и больше, но политика ли это? На русском языке все-таки говорит достаточно большое количество людей, и почему мы должны отказывать им в возможности приобщиться к хорошей современной литературе, к хорошему современному русскому языку? 3 февраля в Новосибирске завершился конкурс «Столица тотального диктанта». Его выиграл город Таллин. Там уже несколько лет работает самая масштабная площадка по написанию диктанта. На ней собираются по три тысячи человек. В пятерку лидеров также попал Ростов. «Тотальный диктант» в этом году пишут 13 апреля. Автор текста – писатель Павел Басинский. 300 школьников написали итоговое изложение 6 февраля. Оно является допуском к единым госэкзаменам, которые начнутся летом. В среду сочинения писали дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом учебном году были определены пять основных тем – «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость», рассказала глава Донского Минобра Лариса Балина. Результаты итогового сочинения станут известны 19 февраля. Напомню, основной срок был 5 декабря. В написании сочинения приняли участие более 16 тысяч данских выпускников. На Дону выберут лучшего народного дружинника. Такой конкурс пройдет в области впервые. Его цель – не только поощрить лучшего добровольца по охране общественного порядка, но также рассказать общественности о таком взаимодействии с полицией. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Муниципальный состоится 25 февраля, с 25 февраля по 20 марта, областной – с 1 по 20 апреля. О критериях отбора рассказал начальник городского штаба народной дружины Ростова Игорь Светов. Критериями в конкурсе являются по четырем направлениям. Это знание основных законодательных актов, регламентирующих деятельность народных дружинников. Это физическая подготовка, то есть способность бег и подтягивания. Обладание специальными навыками – это навыки задержания и конвоирования преступника. И также навыки оказания доврачебной помощи в различные ситуации, там остановление кровотечения при переломах, удышении, термических ожогах. И вот по этим критериям мы будем проводить отбор лучших дружинников. Участвовать в конкурсе будут все дружинники области, а это около 500 человек. Народные дружины на данную действуют с 2011 года. Отличить дружинника можно по специальному жилету и повязке с надписью. Если он стал свидетелем беспорядка, то имеет право вмешаться, отмечает Игорь Светов. Очень большая существенная помощь, потому что нигде в мире преступность невозможно победить без помощи общественности. То есть жители, граждане по месту жительства, они знают, что происходит. Они уже могут информировать правоохранительные органы. И самое главное – это наши молодые люди, на которых нацелена эта работа. Мы даем им возможность определиться в будущем профессиональной деятельности. Они могут проявить себя, приобрести нужное знакомство и, самое главное, жизненный опыт. Чтобы стать дружинником, нужно иметь и хорошее здоровье, и хорошую репутацию. Среди дружинников есть немало девушек. В основном это студентки юридических факультетов. Масштабный спорткомплекс возведут в Ворошиловском районе Ростова. Его строительство обсудили на совещании под председательством губернатора. Сооружение появится на бульваре Комарова. В нем будут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, фитнес-центр, бассейн, ледовая арена и футбольные поля. В Ворошиловском районе Ростова сегодня самая низкая обеспеченность спортивными залами. И это недопустимо, отмечает Василий Голубев. Это должен быть такой образовательно-спортивный кластер, да, можно так сказать. Общая площадь какая получает у всех участков? Порядка 8 гектаров. В центре вот этих микрорайонов, потому что здесь, ну я видел, что и с этой стороны, и с другой стороны, у нас реально реализована уже сплошная застройка. То есть там крупные микрорайоны, которых вот таких объектов, очевидно, не хватает. Проект будет реализовываться в рамках областного закона о крупных инвестпроектах. Василий Голубев поручил проработать этот вопрос. Напомню, еще один спортивный кластер появится на левом берегу Дона. В него войдут не только стадион Ростов-Арена, но и грибной канал, Ледовый дворец и конно-спортивная школа. Работы по организации нового спортивного кластера должны завершиться к 2025 году. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове ночью облачно с прояснениями без осадков на термометре от минус 1 до минус 3. В Сальске, Целине и Таганроге 0, минус 2, также без осадков. В Чердковое и Обливское до минус 7, в Морозовске до минус 8 градусов, без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Малая Гнилуша, что в Красносулинском районе Ростовской области ночью пасмурно, но без осадков. На термометре до минус 2 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду.